Новая звезда интернета, которую называют супер бабушкой, жительницей Красноярска, которая 89 лет путешествует по всему миру. Не выбирает простых маршрутов, любит экзотику и легко заводит знакомства. Репортаж Дмитрия Томачева. На столе ворох снимков. Это лишь самые памятные для пожилой 89-летней путешественницы. Во всех поездках с собой верный спутник фотоаппарат. Повидать мир Елены Михайловны, или как она сама себя называет баба Лена, смогла лишь в степенном возрасте. 15-летней встретила Великую Отечественную, работала в тылу, затем замужество, дети и снова работа. Свободное время появилось, когда уже выросли и внуки. Ее первый туристический вояж состоялся всего 6 лет назад, но на счету уже немало стран. В Польше, Германии два раза, пять раз я была Чехией и один раз Турцией. И это далеко не весь список. Развеять сомнения и осуществить давнюю мечту, увидеть дальние страны помогли знакомые. Сделав первый шаг в турагентство, бабушка поняла, для путешествий даже в таком возрасте нет никаких препятствий. И на самом деле пришла без разговора. Идите, паспорт забранишь и делайте. Ну, пошла. Быстро мне все оформили. Деньги на поездки путешественнице удается откладывать из пенсии. В ее бюджете это теперь самая значительная статья расходов. Но зато сколько новых друзей. Вот это Вьетнамка. Фрунзе, сейчас Бишкек. Фрунзе она жива. Она чисто русская, без акцента разговаривает. Так тоже полюбила меня. Эбгид. Тоже вот очень. Турция, Турция. А это вот Германия познакомилась. Мне Бог, что ли, посылает таких хороших людей. Вот я передать не могу. В Польше помогли таблетками от давления. В Чехии угостили вкусным медом. С женщиной из Германии дружба завязалась настолько теплой, что баба Лена уже побывала у нее в гостях. И в потоке туристов и среди местных жителей в каждой стране путешественница неизменно привлекает внимание. На новом для нее направлении в Юго-Восточной Азии пенсионерка столкнулась с непреодолимым языковым барьером. И на помощь сразу же пришли соотечественники. За соседним столом сидела очень старенькая бабушка и пыталась объяснить официанту, что ей нужна не острая еда. Бабуля сидела с женщиной моложе себя. И я подумала, что это мама с дочерью. Прилетели на отдых. Здорово. Не часто встретишь наших старичков на отдыхе. К сожалению, я решила подойти познакомиться. Москвичка Екатерина Папина провела с Еленой Михайловной почти весь отпуск, а затем рассказала о необычной туристке в соцсети. Снимки бабушки на мотоцикле и во время дегустации экзотических блюд собрали тысячи просмотров. Нашлись и те, кто тоже встречал бесстрашную путешественницу. В 2013 году отдыхали в Карловах Варах и ездили на групповую экскурсию в Дрезден. Видела эту бабушку, прекрасно ее помню. Очень милая и приятная женщина. Точно помню, она была одна, поэтому и запомнилась. Еще тогда порадовалась за нее. Не терялась, тихонечко шла со всей группы, не отставала, не жаловалась. Потом и в Карловах Варах ее встречали. Немного трудностей. При прохождении границ бабушке доставляет странная дата рождения. В паспорте нулевой день, нулевого месяца 1927 года. Приходится объяснять, что ошибка возникла еще при оформлении документов в тяжелые послевоенные годы. Но даже с такой опечаткой в документе ей ни разу нигде не отказали во въезде. Действительно, в 1927 году не присваивали день и месяц рождения гражданам. То есть просто вот ставили нули вместо дня и месяца. У нас сначала возникли вопросы по этому моменту. Позвонились с нашими партнерами во Вьетнаме, чтобы уточнить, возможно ли забронировать такого туриста. На что партнеры ответили, что это в первый раз за их практику долгую, чтобы человек с таким паспортом летал за границу. В молодости, как рассказывает баба Лена, ей пришлось немало поездить по стране. Поэтому сейчас ее туристические планы выходят далеко за границы родного государства. Например, следующая поездка намечена в Израиль. Сразу, как только накопится нужная сумма. Дмитрий Ломачев, Сергей Буркеев, Татьяна Ревенкова. Первый канал. Дмитрий Ломачев, Сергей Буркеев, Татьяна Ревенкова.